Водород против электричества. Похоже, битва именно этих двух технологий станет главным событием ближайшего десятилетия. И любопытно, что Toyota встала на сторону легкого газа, а не батарейных машин. Toyota'вский Mirai существует уже во втором поколении, которое сейчас как раз выходит на рынок. Теперь это большой седан, который переехал на заднеприводную платформу от чисто японской Toyota Crown. А его единственный электрический мотор выдает 174 силы. Генератор, что вырабатывает электричество из водорода, упрятан под капотом, а вот баллоны рассованы по всему салону. Один под полом багажника, второй под задним сидением, а третий в центральном тоннеле. 6 килограммов газа должно хватать примерно на 650 километров пробега. Притом заправка занимает всего несколько минут. И это большое преимущество перед электромобилями. Для полного успеха японцам оставалось лишь навесить привлекательный ценник. И это случилось. Так в Евросоюзе новый Mirai будет стоить 64 тысячи евро. То есть на четверть меньше, чем Tesla Model S. Явный демпинг, чего японцы и не скрывают. В пресс-релизе четко сказано, что задача модели резко нарастить армию фанатов. А чем больше владельцев, тем лучше инфраструктура. Впрочем, учитывая, что та же Германия официально признала водород наиболее перспективным топливом, с появлением новых заправок проблем, видимо, не будет. Еще один пример откровенного демпинга – цены на Nissan Magnite, который изначально должен был увидеть свет под маркой Datsun. В Индии четырехметровый паркетник решено продавать за полмиллиона рупий. Это примерно столько же рублей. Таким образом, новый субкомпакт оказался дешевле всех своих конкурентов, коих насчитывается около десятка. И это прекрасный пример того, как здоровая конкуренция заставляет производителей затевать ценовые войны. Впрочем, чтобы сэкономить, марки идут на самые разные ухищрения. Так хэтчбэк Marati Suzuki Espresso провалил краш-тест, не заработав ни единой звезды. А это, между прочим, один из главных хитов этой марки. Посмотрим, как при ударе себя покажет новоспеченный Nissan. Хотя, по нашим прогнозам, все должно быть неплохо. На стороне магнита, как минимум, относительно современная платформа и пара подушек безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok